Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет Без права питаться от жертвенника 10 стих 13 главы послания к евреям Нет, я не оговорился, без права питаться от жертвенника Как обычно воспринимается православная традиция То, что священнослужители получают пожертвования На эти деньги живут Они питаются от жертвенника Ну, понятно, да, люди приносят свои пожертвования в храм Они идут на разные цели, в том числе на содержание священнослужителей и их семьи Логично, все правильно, все хорошо И вдруг мы читаем в 10 стихе 13 главы послания к евреям Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие из Кинии Синодальный период То есть ничего этого делать нельзя, да? Все нужно отдать бедному или, я не знаю, сжечь Похоже, что сжечь, потому что дальше написано Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в осветилище, сжигаются вне стана То и Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат И так выйдем к нему застан, нося его поругание Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего Так, ну давайте разбираться Значит, Иисус пострадал вне врат Что имеется в виду? Что распятие Иисуса совершилось за вратами, за городской стеной Иерусалима Его распяли вне города Ну да Ну потому что нужно было какое-то место отдельное Это самое Голгоф, это небольшой холм Около стены Иерусалима, но за его пределами Так, а с чем же это сравнивается? Значит, тела животных, которых кровь для очищения греха вносится в осветилище, сжигаются вне стана Были разные жертвы в Ветхом Завете И у них были разные абсолютно нормы И некоторые жертвы, ну большинство жертв на самом деле Они распределялись между, условно говоря, Богом Его часть сжигалась на жертвеннике Это был жир, это были некоторые отдельные части По-разному там расписано в разных случаях Значит, первый Бог, второй священник, который приносит жертву И вообще священническое сословие, да Потому что у них, собственно, не было других источников пропитания Они землю не пахали, коров не пасли Им что принесли, то они и едят Как и сегодня это, скажем, священнослужителями в большинстве конфессий происходит И жертвователь, третий Да, вот приносит он в жертву, например, какого-нибудь скозленка Першественная жертва Это или мирная жертва, как ее называют синодальный перевод Это жертва, которая дается от, скажем так, щедрости, чистоты душевной Иногда по обету, то есть все хорошо Соответственно, часть сжигается, кровь тоже выливается на Богу Что-то дается священнику, а что-то идет на шашлык, на угощение Тех, кто приносит эту жертву Все замечательно Но Есть один вид жертв, с которым все совершено иначе Это жертва за грех Почему? Потому что жертва за грех Это вот не свидетельство того, что все хорошо А свидетельство того, что все очень плохо И человек приносит эту жертву Она сжигается полностью, целиком И не на алтаре, а вне стана Это обряд, который совершался в день умилостивления Емкий пор на древнееврейском То есть это выбрасывалось Эта жертва как бы вбирала в себя грехи Конечно, символически всего народа И она сжигалась вне стана В том смысле, что даже вот ее рядом с людьми Нельзя было уничтожить Ну как радиоактивные отходы хоронят Не на Красной площади, а где-то очень-очень далеко Чтобы в самом даже худшем случае Они не убили людей, которые будут рядом находиться Вот так Это радиоактивная в смысле своей греховности Животное, конечно, ни в чем не виновата Оно просто несет на себе эти грехи Символический жест Оно сжигается вне стана Как одежда прокаженного Как вот что-то такое Что не просто нечисто, но опасно Вот прикосновение к нему опасно Это, конечно, подчеркивается серьезность греха И Иисус так Он распят вне стана Подчеркивает автор послания к евреям Ровно потому, что он несет на себе Жертву за грех Он приносит себя в жертву за грех людей Это не значит, что он нечист То есть коровы же тоже, которые сжигали Или там бык, которые сжигали Тоже не были нечисты сами по себе Но на них возлагались грехи всего народа И на Иисуса возлагаются грехи всего народа И более того, всего человечества И поэтому он страдает вне врат Он распят за стенами Иерусалима Так при чем же здесь тогда жертвенник От которого не имеют права питаться Служащие из Кении А жертвы прекратились Вот смотрите Уже не приносят к христианам куда-то Им, собственно, и некуда приносить Не приносят туда многочисленных баранов Тельцов, коров, быков Для того, чтобы их забили Часть сожгли, часть съели И тем самым накормили Священнослужителей заодно Потому что жертва за грех уже принесена И все остальные ритуальные жертвоприношения Утратили свой смысл Христиане не приносят жертв Жертва уже принесена И она не кормит Она освобождает людей от греха Эта жертва принесена Христом Но это не источник пропитания Неиссякаемый, как это было в ветхозаветном храме А между прочим Тут чуть выше сказано Поминайте наставников ваших Которые проповедовали вам Слово Божие Значит, не то, что А, обойдутся, да Пусть работают, как Павел работал По латке шел Нет, поминайте, не забывайте их Но Такого источника пропитания Который существовал в ветхозаветном храме У христиан нет Тогда кто-то может сказать Ага, то, что сегодня Священнослужители берут себе Там какую-то долю от приносимых жертв Что бы там ни было Кто-то деньги жертвует, кто-то продукты приносит Это плохо и неправильно Нет, почему Просто это не Вот жертва, которая приносится Богу На прокорм священников Да Это уже внутренняя жизнь общины Это поминайте наставников ваших И, может быть, я бы это, если так переводить Совсем вольно Я бы сказал У нас нет профессиональных жрецов Которые просто зарабатывают священнослужительством У нас есть община, которая кормит Тех, кто ее наставляет Тех, кто ей в молитве руководит Тех, кто предстоит перед Богом Вместе с этой общиной Да, это есть Но у нас нет профессионалов Как вот нанимают какого-нибудь менеджера Да, там эффективного Как правило, не очень И он за большие деньги делает все эти дела Нет Это работает по-другому Для нас священнослужение Не является источником доходов Это работает у нас иначе Ну, это если бы я переводил очень вольно А поскольку я переводил не очень вольно То прочитают отрывок целиком в своем переводе Поминайте наставников ваших Которые возвестили вам Слово Божье Подражайте их вере Вспоминая, как завершилась их жизнь Даже вот он напоминает тех, которые умерли Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же Не увлекайтесь различными чужими учениями Сердце лучше укрепляется благодатью Нежели разборчивостью в еде Очевидно имеется в виду соблюдение правил Пищевых ограничений Ветхого Завета Кашрут, так называемый Все старания о ней бесполезны У нас свой жертвенник И есть пищу с него Служить лескини не имеют права Когда приносят животных в жертву за грех То кровь их вносится Первосвященникам в святилище А тела сжигаются вне стана Посему Иисус, чтобы осветить своей кровью народ Пострадал за стенами горды Так выйдем же и мы к нему за пределы стана Приняв на себя свой позор Нет у нас здесь своего города Мы ожидаем грядущего То есть, смотрите Здесь противопоставляется образ Таких вот ветхозаветных священников Которые сидят там рядом со скини И у них все хорошо У них постоянные поставки продовольствия Никуда не надо двигаться И христиан, которые выходят За пределы города На позор На смерть На поругание Потому что это сделал Христос А они ждут, когда им понесут Продовольственное снабжение Ну вот, к этому призывает нас Послание к евреям Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...